Девушки отдыхают 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 27 лютого Международный День Полярного Медведя Ой, это чекало Кася, а ты ведаешь, что сегодня Международный День Полярного Медведя? Нет Я больше называю Днем Белого Медведя Ага, так, 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 так Мне подавается Мне подходит Полярных медведев, Кася, треба берегать Кобяны не зникли Сябры, а вы ведаете, что за тайне льдов Белые медведя могут зникнуть? Вельми бы этого не хотелось, правда? Треба часописы пагортать Обовязково Про полярных медведев Пагортаем разом Я так само хочу про их больше доведаться Про яких полярных медведев, Лесик? Як про яких? Про белых Ты про что у Вогули говоришь? А ты что, меня не ослухала? Лесик, у меня не проблема Якая? Як, якая? Весна на порозе, а я не подрыхтовалася И знал? Что и знал? Перед початком кожной поры года Ты одно и то уж говоришь И что значит не подрыхтовалася? Поняки бантик прихожа на табе Ой, Лесик, Лесик Ничего ты не разумеешь Ча ну, это я ничего не разумею? Весна, Лесик, потребует обновление И не только моего, Лесик А кого я с че? Твоего, Лесик 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 Лесик, я зараз принесу все это И будем працавать над твоим новым Тепер уже весенним вобразом Кася, Кася Мультфильм Не перебивай меня, Лесик Что, мультфильм? Давай глядеть Два плюс два будет четыре И на что мне школа? Читать я умею, лечить так сама И молять я умею, и спевать Я навод сама уже могу дятей учить Кася, Кася, ховалька Лесик, а что здарылась? Сяди, Кася Я сяджу, але что здарылась? Сдаеца ничего А чого мы хавалися тады? И что тут на столе за порошки? Это моя лаборатория И что? Да вопыт я хотел провести И что? Доброе, что я не отрымался Я сразумел свою помылку Але мне подалось, что занадто поздно Доброе, что вопыт не отрымался А что за вопыт? Ой, Кася, мне треба тебе это ведать Тем более, что я не допрацованный Мне надо им треба я еще добро подумать Лесик, а может не треба? Лесик? Лесик! А, что? Хопить не умеешь, не берися Наповно ты маешь рацию Ну ты так уже не засмучайся Может, есть опыты беспечные Ты б высветлил Кася, есть, конечно, есть Как я мог забыться? Гляди! Доброе утро, ребята Доброе утро, Ричард Доброе утро, Варя Здрасте Мы сегодня с вами будем говорить про электричество Вы знаете, что такое электричество и где оно живет? Это ток Да, это электрический ток А где живет? В розетке В розетке, да, действительно А он опасный? Да Да, действительно, очень опасный Но вообще электрический ток живет, оказывается, не только в розетке Он живет везде вокруг нас А, в всех планете Во всех планете Во всех приборах И даже в воздухе, и в атмосфере И у нас между клеточками тоже пробегает электричество Когда сигнал идет, например, из мозга к ручке И мы сейчас с вами в этом убедимся У нас есть с вами вот такой шар Это называется плазменный шар Посмотрите, что там внутри такое интересное? Молнии какие-то синие Молнии синие, да Это и есть электрический ток И его видно, потому что этот шар наполнен специальным газом И этот электрический ток, который там внутри Он сейчас может выходить и даже сюда И вокруг шара быть Знаете, как это можно проверить? Да А вот возьмите лампочку И поднесите ее к шару И смотрите, что мы видим Он светится Да, он светится Как же так получилось? Мне кажется, ну, как бы Он выходит по всей атмосфере Получается, что электричество Находится не только внутри шара Но и выходит наружу И зажигает газ, который находится в этой лампочке Ричард, хочешь зажечь лампочку? Без розетки Здорово, правда? Очень удобно Да Электричество бывает опасным А бывает не очень Вот, например, статическое электричество Наверное, все бы замечали И я замечала И вы замечали, что Если потереть шарик об волосы То что? Начинает ток Биться ток Да Проскальзывают иногда искры А еще волосы Вставят дыбом Вот, сейчас у нас будут волосы вставать дыбом Это статическое электричество Когда мы проведем шариком по волосам Часть электрончиков перебежит на шарик И он у нас зарядится И мы сможем с вами провести Несколько интересных опытов Готовы? Да Ну, давайте попробуем Нужно потереть шариком об волосы И сейчас мы будем собирать хоровод Из маленьких салфеточных человечков Это Ричарду А это Варе Потерли? Давайте поднесем к нашим человечкам И посмотрим, что получится Вау, они прилипают к шарику Точно! Смотрите-ка Можно собрать целый хоровод Ричард, тебе нужно еще потереть Потому что твой заряд остался на передничке Когда ты положил шарик Всех собрала? А попробуйте собрать, чтобы они за ручки держались Друг за дружку Получится у вас? Ага, вся кучкой Да Ага А за ручку? За ножки За ручки, за ножки Получится? А за галки Такой хоровод Оп, улетели Здорово О, вот смотри, Варя Получилось Ручки Ножками за ножки зацепились Да, получился хоровод Вообще, если шарик потереть об волосы, например И наэлектризовать его То он может висеть на стенке На одежде, на диване Где угодно Да, он становится как магнитик И прилипает ко всему Я никогда не думала, что наэлектризованные шарики Могут притягивать салфеточных человечков И не только салфеточных человечков Давайте запустим с вами кораблики Опускаем их аккуратненько в воду Трем шарики об волосы Хорошенечко их электризуем Ну, так И давайте теперь попробуем Аккуратненько О, смотрите-ка Они вправду двигаются Вы повелители бумажных корабликов Плавающих Действительно, кораблики плавают Человечки собираются И если присмотреться То все это наука Никакой магии Но это еще не все У нас сегодня в программе еще Танцующая овсянка Вы когда-нибудь видели, что овсянка танцевала? Мне кажется, что это за граними реальности Да, представляешь? Утром садишься овсянку кушать А она у тебя в ложке там И давай танцевать Способ, ребята, все тот же Натираем шарик об волосы И подносим его близко-близко к овсянке И сами туда заглядывайте под шарик Что там будет происходить Так Хорошо Ой Ой Ричард, ниже чуть-чуть опусти Опа Танцует? Танцует, да еще как Танцует, да еще как Танцует, да еще как Ну вот, ребят Это статическое электричество Оно в основном не опасно И работает за счет того, что электрончики могут переходить от одного предмета к другому Но бывает статическое электричество очень опасным Например, молния Да, это когда между небом и землей возникают мощные разряды электрические Я хочу вам сказать, ребята, что с электричеством шутить нельзя И все опыты можно проводить только под присмотром взрослых Спасибо вам большое Мне понравилось Я очень рада, что вам понравилось Ребят, чтобы много знать, нужно много учиться Поэтому собирайтесь в школу и хорошего дня Лесик, а что ты сегодня робить у день будешь? Пойду в библиотеку Ну что тебе библиотека, коли у компьютера у все есть? Нет Я люблю книгу в лапках тримать И вельми люблю паперовые книги читать А вы, девчинки и хлопчики, любите читать? Будь для меня книги наилепшиеся бры Что? А я? И ты так сама Пошли со мною в библиотеку Лесичек не могу А что у тебя за справы? А что у меня за справы? Ой, Лесик! Что такое, Кася? Ты мои планы порушил Я? Якие планы? Ну, як-якие? Як-якие? Мы ж так и не занялись твоим новым образом Соправды! Не ведаю навык, что теперь робить Ой, что ж робить, что ж робить? Ти мультфильм поглядеть, ти мной заняться Лесик, что за сомнений? Безумовно мультфильм Якое, Кася, мудрое роженье Мультфильм Кася, надо шоу час развитваться Ведаю Сябры, мы з Лесиком жадаем усім выдатного дня Худка застренимся зранку У нашим доброранку И не забудьте, что у вечера вас чекают ведучие колыханки